Всем привет, вы на канале Мурмяу и мы продолжаем играть в The Query. У нас уже вторая серия, в прошлой серии мы приехали сюда в этот страшный лагерь. Полночь и теперь продолжаем... Опа-на, наше путешествие. Так что кому интересно, усаживайся поудобнее, поехали смотреть. Там что-то странное упало. Ошейник? Это окровавленный ошейник слишком велик для собаки. Да и кто мог назвать собаку Яном? Да, действительно. Кто бы это мог быть? Ого! Господи! Макс? Смотрите, за нами кто-то наблюдает. Так, ну давайте посмотрим поближе. Ага, не дают нам дальше пройти, хорошо. Значит идем дальше. Кого-то тут собака Ян съела. И притом довольно-таки недавно, потому что все еще свежее. Зая, может это была посум? Да нет, тут точно кто это был, я клянусь. Эй, ночь была адской, да? Давай поедем в мотель, потом вернемся утром. Можем все тут осмотреть, но... Ты уже с ног валишься, я так точно. Нам мерещено. Кто-то на него напал. Кто-то на него напал. Это собака. Конечно, помогаем. Оставлять его не будем тут. Кто-то на него напал. А как она его так отпустила? Кто это? Ребят, это тот коп, который ночь нас встретил в прошлой серии. Это что, была замануха, чтобы сюда приехать? Он нас специально это подставил, так сказать, затянул сюда. Я же говорю, не нравится мне этот коп. Я же говорю, не нравится мне этот коп. Вот как раз с этого момента и начинаются наши сумасшедшие приключения. Здравствуй, друг. Добро пожаловать. Ну, а ты кто такая? Мы ведь друзья, правда? Я ждала тебя. Ждала, да. И я надеюсь, что наши беседы многое объяснят. Не волнуйся. Я хочу помочь тебе. Считай меня проводником в мир тайн. Это волнительно и пугающе. Но если не струсишь, если ты позволишь мне, я помогу тебе. А ты помоги мне. У тебя нет карт, так что я ничего не смогу показать. Присмотрись. Карты ждут. Сперва помоги мне, затем мой черед. Мы ведь с тобой друзья. Твои слова. Ищи лучше. Карты ждут тебя. Тебя ждет много секретов. Секретов и лжи. Тайные пути, которые я могу открыть. Что скажешь? Помоги помочь тебе. И помни. Что нас не убивает, делает нас сильнее. Ого. Максимально еще одна странная женщина в нашей игре. Один коп себя уже показал. Теперь, наверное, черед этой ведьмы. Какая-то она или ведьма, или какая-то магическая женщина. Ого. Во-первых, этот сковорик forever. Летний лагерь 1953 года. Чао. Пока. Покеда. До встречи, народ. Хэггенс Куаре forever. Все, провели они, видимо, детей. Столько сердец разбивается сегодня. Прям чувство апокалипсис. Ну, а кто знает? Ну, кто его знает? Вселенная умеет решать такие дела. Вселенная? Ну, типа космос, там, не знаю, боги. Боги космоса? Ну, да. Говори. Да нечего говорить, все норм. Вообще норм. Просто супер норм. Ну, че, бросила, да? Ха. Ха. Хорош. Салют, Эмма. Хай. Так, хорошо, значит, тебе надо захватить какую-то пару сумок. А где ж тут они? Ну, тут в машине ж, по идее. Джейк, сумки, вперед. Да какие сумки? Я ж к тебе в машину как раз и подошла за сумками. Не могу понять, где эти сумки находятся. Ну, тут рядом с машиной нету никак. Ну, только в машине. Логично. Джейкоб идет наверх. Берет сумку. Кейтлин делает свои дела. А-а-а, где-то сверху. Понятно, значит, побежали наверх. Я думала, что это где-то в машине сумки или рядом с машиной, чтобы надо их уложить в машину. Они, оказывается, еще в доме остались. Ох, зараза. Привет. Эй, вы мне с сумками поможете или как? О, ну, такое дело. Мы как раз ремонтируем ээээ, дверь. Она... Ну, Дилан, пожалуйста. Не могу. Блин, мне последнее осталось. Что здесь такое? Она сама делала. Дилан, ты... Бро, прости. Да, спасибо. Они ее заперли? Козлы. Да, реально. Зачем было закрывать дверь? Все равно, что найдем место, где залезть. Табличка уже такая, состарилась и ужасно. Летний лагерь Хехетскори был основан в 1953 году и спустя почти 70 лет по-прежнему открывает свои ворота для отдыхающих. Так, ну тут окна закрыты. Помнится мне в первой серии кто-то вот через эти окна за нами наблюдал. Ага, все-таки пролезли. Видите? Почему-то девчонка в первой серии не смогла сюда залезть никак. Полный дом, книга, ужасов? На что бы это намекалось? Ого, тут прям у них такая, знаете, столовая огромная, гостиная. Там, получается, была маленькая библиотека. А вот я уже и вижу сумки. Ну все, сумки на месте. Круть. И все сам, да? Вот-вот. Ну да, привыкай. Боже, ты просто чудовище. Зато честная. А, ну началось. Так, ты ведь не все про вас, Сэмэ, рассказала, сынок? А как же ты? А, я понял. То есть, по-твоему, это я не все рассказал, да? Джейк, за такой вопрос может прилететь в нос. А, извини, отвлеклась на ритму и забыла, о чем мы. Нет, нет, нет. Ты как раз говорила мне, как ты запала на Райана. Стоп. Мы о Райане, инструкторе, мрачном одиночке, который вообще не в моем вкусе? Да так и знал. Ну да. Да я и не скрывала. Понятно. Ну я просто к тому, что если бы он тебе нравился, ты бы уже что-то предприняла. Так и что, она реально тебя бросила, да? Ну, не знаю. Она такая, как мы будем, разные колледжи, все такое, бла-бла-бла. Ну а я такой, ну знаешь, давай попробуем отношения на расстоянии, бла-бла-бла. А она такая, Джейкоб. И зыркнула тогда. Ага, типа пипец. Да уж. Не хочу расстраивать, но ты поселился у нее под каблуком. Вот как она это делает? Да это просто роман. Ну давай реально смотреть на вещи. Она права, это был летний роман. Что из него могло получиться? Ну, прикинем. Любовь, стабильность, помолвка, свадьба, дом, ребенок, интрижка, ребенок, развод, раздел имущества, одиночество, алименты, внезапное примирение, пустое гнездо, пенсия, внук, 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 дом престарелых и, наконец, смерть в объятиях друг друга и похороны в таком же виде. Типа как скелеты, которых раскопали в Риме. Ну, угадала? Ой, нет, это про нас с Райаном. А, сейчас, пять секунд. А, вот, про тебя за рулем. А, не, это в списке вообще у всех мужиков. Ха, приемлемо. Так, мне просто интересно, а это ведро с гайками вообще куда-нибудь поедет? Посмотри, надеюсь. Еще одна ночь под открытым небом меня доконает. Эй, что нас не убьет, сделай сильнее. Тебя я не убила, пока, но тебе не помогло. Слышь, заткнись. Так, ну, чисто теоретически, если представить, что я полный м... Я решил сломать фургон, чтобы мы тут остались еще на ночь. Как именно я бы это сделал? Наверное, сломал бы бензопровод. Или вырвал бегунок трамблера. И да, ты был бы полным м... Ясно. А, слушай, а как выглядит бегунок трамблера? Как бегунок, который вращается, ну, под маленьким черным колпаком с проводами. Джейк, ты же понимаешь, что даже если мы тут застрянем, еще одна ночь с Эммой ничего не изменит. Поверь, она все решила. Да? Да? Ну, вот и проверим. Смотрите, парнишка идет к своей цели. Давайте заберем бегунок. Я надеюсь, потом это нам не встанет в какую-то неприятность, потому что все-таки игра таки опасная. Идем со мной, дружок. Верну на место завтра. Все будет норм. Эй, чувачки! Чего у них рожи такие хитрые? Эй, Джейкоб! Что? Нет, не надо! Стой, стой! Оу, Ник! Оу, телефон кидает. Семьевый парнишка. Бум! Оу, полетел! О, чувак, красавчик! Жаль, у меня нет варсов. Блин, всех сторон, придурки. Это уж точно. Слава богу. Я ценю фишку про ноль технологий, но как же приятно. Мистер Хэм мог бы и подзарядить наши телефоны хоть немного. А сам ты не при делах, да? Знаешь, его лучше отложить для особых случаев. А быть брошенным сюда подходит? О, жестко. Да пошел ты! Ой, пошел ты! Извини, я... Без обид, чувак. Я не хотел обидеть. Ну, готовы ехать? Дурная шутка у него. А где остальные? Да откуда мне знать? Иногда ты знаешь больше, чем я. Ник, я даже не знаю, как на это ответить. Скажи, Ник, ты намного умнее меня. Ты горячий мачо, который уломает любую. Ага, размечтался, сынок. О, смотрите, это уже вторая часть лагеря. Там был, так сказать, центральный дом. Тут уже домики, где, наверное, жили все отдыхающие. Ну, что-то красивое тут рисует. Неплохо, кстати, у него выходит. Ну, привет, подружка. Докладывай. Все. Официально синдром пустого гнезда. Дай пять, красотка. Ну, давай. Боже. Тебе вот-вот вернут смартфон? Пойдем, возьмем свои сумки и свалим навсегда из этого отсталого комариного болота. Дверь закрыта, а сумки внутри. Да. Ну, по-моему, план действия очевиден. Найти ключ, вершить свою судьбу. И под этим я имею в виду победить этот дурацкий замок и забрать свои сумки. Ну, давайте откроем, естественно. Ладно. Давай. Надеюсь, нам не влетит. Я никому не скажу. Мистер Хэкет узнает. Ну и что? Решит, что это медведь, например. Ты тут видела медведей? Нет, но это не значит, что их нет. Аргумент. Ну ладно, поехали. На счет три. Раз. Два. Три! Самое главное — мыслить позитивно. Зачем я тебя слушаю? Я всегда права. Ты уверена, что подумают на медведя? Боже мой, да расслабься. Мы никого не убили. Ладно, так. Я еще раз быстро осмотрюсь, чтобы мы точно ничего не забыли. Ну что, вперед? Да, смотрите. Девчонки выбили дверь и изменился наш путь. Что-то, значит, в нашей истории поменялось. О! Изи его любила. Я хочу поиграть! О боже, оно такое страшное! Ну, заберем, естественно. Вернем тебя, Изи. Я надеюсь, ты нас потом не испугаешь. И путь наш обновлен. Что-то повлияло на эту историю. Сложно поверить, что я буду скучать по этим жестким пружинам. Получается, двухэтажные кроватки, в которых они все спали, жили. Как это в новости попало? Обрывок местной газеты. Норд Килл газет. Похоже, выпуск старый. Что-то о пожаре это случилось здесь, в Хекетскоре. Получается, кто-то эту газету читал и тут осталась она? Или, может, кто-то подкинул? Намекай на что-то. Какой-то тут будет пожар ужасный. Ох, не хотелось бы мне тут пережить. Пошли отсюда поскорей. В принципе, мы обыскали уже этот домик. Дальше тут, я смотрю, стоит по кругу тоже куча домов. Вокруг дома, в принципе, нам нечего тут и потрогать. Там какой-то тоже небольшой дом. Ну, пошли, значит, обратно за нашей подружкой в машину. О, смотрите, как в центре столики стоят. Качелька огромная. Наверное, вечерами они тут сидели. Где-то, может, костер тут большой был. О, а тут что у нас? Ага, что-то выцарапано на дереве. Надеюсь, Джейкоб этого не видел. Еще какой-то флакончик пустой нашла. Пошли, значит, дальше. Тут нам точно не место. Ну, и, в принципе, тут вокруг все дома, эти, двери закрыты. А вот тут какой-то указатель есть. Хотя, в первую очередь, эта штука, этот знак, служит жутковатым напоминанием о том, что Хэкэдскуари находится очень далеко от цивилизации. Так, что тут еще интересного есть? Ну, в принципе, дома, да, они все закрыты. Везде, получается, надо взламывать двери. Но этим мы сейчас заниматься точно не будем. Наши девчонки спешат поскорее увезти свои отсюда вещи. И, наверное, добраться до центрального части того дома, который вначале мы как раз-таки видели. Пошли еще попробуем дом подняться. Может, тут можно что-то открыть. Какой-то большой дом. А непонятно, что тут. Нет, тут все у нас закрыто. И вон уже нас ждет наша подружка на машине. Мы к тебе уже бежим. Ну, я скажу вам, лагерь стоит реально в огромном лесу. Ты готова? Да готова. Готова. Свобода нас ждет, подруга. Пора отрываться. Что ж ты такая крутая, борзая, самоуверенная? Да, это игра. То, что хотят видеть другие. Притворство? Ну, отчасти притворяться, значит, быть собой. Но громче. Ты тоже попробуй. Кто знает, кого это впечатляет. Нет. Все равно уже поздно. Для чего? Для Ника? Не узнаешь, пока не рискнешь отдаться. Оп, девчонки, осторожно. Впереди камни. Блин. Ты рулишь, Текс. Пардон? Уже заговорились они. Ладно, теоретически. Если я все же решу открыться, что если ничего не выйдет, как у вас с Джейкобом? По правде, он милый. Но вы расстались. Летний роман между нашими школами и четыре штата. Он понимает. Ну да. Но... Это мы. А с Ником может быть иначе. Возьми его номер, позвони. У меня есть его имейл. Нам же давали распечатки. Имейл? Тебе девяносто три? А что не так? Я буду скучать, Эбби. О, стой! Но коттедж ведь в той стороне. Сверни тут. Что? Давай. Красивый путь. Последний победный круг по лагерю. О, нет, нет, нет. Возвращаемся в коттедж. Эээ, надо возвращаться. О, дизлайк. Да нас уже потеряли. Не бойся, Ник не уедет, не попрощавшись. Чёрт, Эбби! Опять заговорились. Эббельчонка не задави. Пронесло. Прости, Белочка. Моя подружка очень торопится замутить с парнем. Впервые. Эмма! В этот раз ей не отмазаться. Я тебя сейчас на дорогу выброшу. И будешь права. Спокойно, Джекоб. Всё в норме. У меня полный заряд, так что... О, вернулись наши девчонки к остальным. Компания собрана. Ага. А где вы были? Какой любопытный. Не слушай её, прошу. Поехали! Сильные девчонки. Ага, вторая, смотрите, ждёт. Ну нет, нет. Не будем мы давать парню нести сумку. Давай, сама-сама, пешочком. Подружка сказала, что мы обе справимся. Ну вот и всё, ребята. Эй, Райан, видел кто? А, да, наверное, сидит где-то. Весь молчаливый и загадочный. Я тут. Что ты там делал? Прятался от кого-то? А, я подкаст слушал так-то. А, подкаст. Круто. А про что? Да, про меня? Да, про что? Может, про меня? Ты думаешь, я слушал подкаст про тебя? Если про кого-то это будет подкаст, то про меня. Ага. Подкаст, как выглядеть и пахнуть, как жопа. О, боже, ты как дошкольник. Зато не выгляжу и не пахну, как жопа. Нет, он про... Паранормальное. И что странно, тот эпизод был про это место. Про коргу Хэкетскуори. Про какую ещё коргу? Что за корга Хэкетскуори? Не знаешь про коргу Хэкетскуори? Потому я и спрашиваю, балда. Расскажи ей про коргу Хэкетскуори. Вряд ли она хочет слушать про коргу Хэкетскуори. Может, уже хватит повторять корга Хэкетскуори. Это просто детская страшилка. Там, короче говоря, одна старуха, ну, погибла в пожаре когда-то там. И бродит по лесу в поисках своего сына. Говорят, кто-то слышал шёпот, типа того, а рядом проплывал силуэт. Классика, да. А ещё говорят, что если она тебя поймает, то превратит в своего сына. Или убьёт, или... Не уверен, непонятно там. Вот. Корга Хэкетскуори. Я надеюсь, что это не та корга, которую мы в лесу видели в начале серии. Серьёзно, вы бы слышали, как он это детишкам у костра рассказывал? У них теперь травма на всю жизнь. Ну, не... Совсем на всю. С этим стоит поосторожнее. Всё так и есть. Да ты гонишь. Чего ждём-то, хакетёры? Почти всё, мистер Хэ. Живее. Ну-ка, одевайтесь. Простите, мистер Хэ. Нам надо было освободить сумку... Если бы кто-то не тратил столько времени на охмурение девушек рассказами о призраках... Нечестно. О призраках? Корга Хэкетскуори. Ключ от фургона у вас, мистер Хэ. И то верно. Блин. Когда-нибудь я голову забуду. Надо в офис вернуться. Поможешь мне, Райан? А, да. Эй, мистер Хэ. Чего, диджей Дилан? Можно мне смартфон подзарядить? Музычку в дороге послушать? Нет, не выйдет. Да это не круто. Ну, это вообще не круто, блин. Слышь, чувак, да я самый крутой братан во всем мире, блин. Мне просто нужен музон в дорогу, блин. Ладно, хватит. Пять минут. Мне нужно всего пять минут, блин. Он сказал нет, Дилан. Да, я понял. Просто... Я к фургону, окей? Что-то странное. Почему он не дает им подзарядить телефоны? Ну, это... Крис, хорошо, что мы можем сейчас поговорить и... Ой, ой-ой. Я что, уволен? Ха, не-нет, я просто... Ну, ха, не-нет, я просто... Ну, насчет того разговора. Об этом позже мне надо ответить. А, да. Да. О, а, простите. Алло. Да. Какой-то встревоженный этот мужик. Давайте будем слушать подкаст. Не будем его подслушивать. Но что-то странное. Они дают мне зарядить телефоны. Какой-то весь... Встревоженный. Эй, извини, но это ты хочешь в итоге вырулить на привидение? Да. И, кстати, в этом деле много свидетельств. Люди слышали треск кроящих деревьев и доскливый шепот женщины, которые по сей день ищут своего мальчика... Извини, приятель. Извини, приятель. Не хотел тебя прогонять. А? 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 Вам помочь? Искать ключи? Нет. Конец лета, куча дела. В общем, что ты хотел? А, да. Я насчет школы анимации хотел поговорить, узнать ваши мысли. Так. Ну там, стоит ли мне оставлять сестру с бабушкой и дедушкой? Ведь я в кампусе буду жить и... Мама неизвестна где, так что я бы не хотел оставлять Сару одну. У нас семья и так небольшая. Ну, семья это важно, Райан. Это что случилось? Все у него в порядке? У вас все в порядке? Вечером свидание? Ох, блин. Если бы ты знал. Так, а... Зачем я был вам нужен? Ты один из моих любимых вожатых, Райан, ты знаешь? Хороший парень. Но... Знаешь, сколько родителей мне звонит? Сколько писем присылают об испуганных детях, уехавших домой? Хм... Я... Про это не думал. Хочешь, верь, хочешь, нет, но распугивать детей из лагеря вредно для бизнеса. Так что, может быть... Поменьше историй о призраках? Да это ж просто история. А, да мне ее один странный парень рассказал в том месяце. Эй, странных у нас в лагере нет. В Хэкетскуоре все крутые, каждый хорош по-своему. Вожатые должны быть ответственными, веселить детей, оберегать их. Так что, хорош. Да. Я... То есть... Мы... Серьезно, Крис, в чем дело? Я просто хочу спокойно вывести вас отсюда до заката. Опа-на. Это уже стрёмненько. Почему? Уже темнеет, Райан. Ехать в темноте небезопасно. А от безопасности до веселья один шаг. Одну минуту. Черт побери. Да где же они? Попрощайтесь с Калебом и Кейли. Они как-то ускользнули. Да ты их увидишь через год. Калеб в межсезонье на свалке работает, ну а Кейли... Она пока еще думает, кем стать. У нее вся жизнь впереди. Они, по сути, делают, что хотят. Подростки. Что с них взять? Мне бы со сборами помощь пригодилась. Рук не хватает. Вы и так неплохо справились. Я передам, что ты хотел попрощаться. Открыл фургон. Сунул ключи в карман. Пришел в офис. О, нашел. Наконец-то. Чувствую, будет у нас ночка очень стрёмненькая. Ребята, мы же сейчас с фургона выкрутили какую-то детальку. Убедись, что все готовы ехать. Только нормально. И теперь мы точно не уедем. Стоп. А как ты получил свой телефон раньше нас? Я его не сдавал. Надо было выключить его перед тем, как сдал Дилан. Это же правило, ну. Я стараюсь не жить прошлым. Как раз пора подумать о будущем, сесть в фургон и поехать домой. Все, погнали. В чем там дело? Эээ, блин. Не знаю, кажется, что-то с двигателем, мистер Хэм. Я вижу. Да, вообще полный капут. Дай попробую. Зачем? Говорю же, он накрылся. А может, ты не так делаешь? Может, ты не так делаешь? Слышь, ты чё? Хватит. Прекратите оба. Чёрт. Давай, давай. Полегче. Тише, тише, блин. Чёрт. Разве я не говорил вам всё проверить? Ну да. И тогда всё работало. Как видишь, тогда работало. А сейчас не работает. Правда? Чёрт. Захотели наши ребята остаться на ночь ещё одну тут в лагере. Ладно. Ладно. Слушай, ну ничего страшного. Просто проведём тут лишнюю ночь. Нет. Нет. Всё. Стой. Дай подумать. Ладно. Чёрт. Ты прав, ты прав. Что? Да, ты прав. Давайте. я ж хотела словить криворук спасибо почему она не вышла непонятно и райан подойди-ка сюда смотрите он убегает на своей машине хочет уехать что нас оставить тут убедись что ночью все будут сидеть в коттедже за преддверии никто не входит и не выходит ясно никто ладно я вернусь утром главное чтобы никто не выходил можешь мне это пообещать да я постараюсь а ну послушаются ли они да мы будем внутри молодца за преддвери и ради бога не гомоните вы там ну вот смотрите как быстро он дропа кацет дает почему нас оставляет тут и что должно этой ночью случиться что мы не выходили из коттеджа заперлись тут и даже наверное и глаз не высовывали что это было он сказал сидеть в доме и не выходить до утра это прикол такой эмма это прикол такой и что нам делать ну надо сделать как он сказал мы можем пойти в дом до утра до или или можем сделать кое-что другое да лучше послушать криса реально ребята нет 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 не нам правда будет лучше послушать криса конечно да какая разница что сказал крис он больше не наш босс вечеринка кому народ похоже звезды нам благоволят ладно 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 последняя эпичнейшая тусовка у костра о чувак и так я за ник за я за дилан за очевидно братан кейтлин я отвечаю назад так окей эмма а ты как да я за мистер хэкет настойчиво просил остаться в как он просто напугать нас хотел ну типа как в идиотских историях райана зачем ему нас пугать то есть получается все максимально за я не думаю что он нас пугал джейкоб кажется он сам был напуган о господи ребята крис однозначно не шутил просто скажи да давай последний раз да чел он не узнал но я обещал мнение ничего все норм мы вкурили ты просто не хочешь расстроить папочку да хоть кому-то не все равно но зато хоть кому-то не насрать а блин делайте что хотите а у а я послушаюсь райан погоди так 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 хайкетеры тусовочный комитет поехали так первым делом не кэби идите за травами мы с эммой пойдем на склад за провизией а ты дилан попробуй зарядить телефоны я не знаю типа ну что погнали смотрите за нами за нашим коттеджем кто-то наблюдает и какой-то по сути снайпер с прицелом смотрите ребята стоят распределяют свои роли кто куда пойдут а тут какой-то дедок мужиком что случилось неужто это самая опасность о которой говорил наш вожатый старший а а Сезон охоты? Ого, вот это вот начинается. Так что давайте оставим это на следующую серию. Кому интересно, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, про колокольчик не забываем. Всем до встречи, всем пока, с вами была ваша Мурмяу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok